здравствуйте дорогие друзья рад вас снова приветствовать на канале геомир огромное спасибо что зашли посмотреть мой очередной видеоролик а сегодня мы с вами как обычно поговорим о необычных вещах и отправимся в северную америку вот такое местечко месса уэрфанит данное место находится в нью-мексико и знаменит она вот такими рисунками которые расположены в такой холмистой местности весьма интересные вещи здесь происходят о которых мы сейчас с вами поговорим посмотрите это вот два таких алмаза которые заключены еще дополнительно в обруче здесь еще такого особенного есть есть аэропорт посмотрите ну аэропорт это конечно может быть очень круто сказано есть такая взлетная полоса номер 4 написано взлетно-посадочная полоса до для самолетов ну естественно что здесь самолеты я так понимаю что садятся и взлетают небольшие совсем плюс такая площадка автомобиль видим стоит и дорога дорога проходит по вот этим холмам плюс еще такие вот строения здесь тоже самое и направляется мимо вот этих вот образований еще к одним строением то есть это еще глубже в горах в этих находится как видите вот эти вот изображения довольно таки хорошо видны из космоса спутниковые карты их засняли ну и впервые когда их увидели обратили на них внимание подумали что это какой-то древнейший артефакт на самом деле посмотрите как выглядят эти круги здесь либо насыпной какой-то вал небольшой присутствует из чего они состоят думаю что это какая-то порода непосредственно которые находятся на этих холмах сделано но нет растительности вы видите здесь такая пешеходная дорожка к этим образованием идет давайте пониже еще спустимся посмотрим их да конечно же место фактически истоптано но идеально ровные такие вот круги и идеально ровные вот эти вот алмазы посмотрите остроконечные с высоты вот почти два километра мы рассматриваем можно еще пониже опуститься так прям так вот хорошо не сделаны идеально ровно чем можем опуститься и довольно таки вот так вот низко рассмотреть всю местность здесь мосты дорога проходит еще один мост ну таки вот строение не ясные по фотографии давайте посмотрим одну из фотографий вот такое вот строение то ли это живой дом то ли это все таки церковь что за церковь сейчас я вам все расскажу итак друзья мои как я уже сказал когда первый раз увидели вот эти вот рисунки в горах конечно же подумали что это сделано ну внеземной цивилизации какими-то другими представителями но на самом-то деле все намного произойти прозаичнее эти знаки недалеко от месса уэрофанита штат нью-мексико сша напоминают конечно же работу инопланетян но на самом деле это символ нарисовали саентологи это определенные последователи религиозного движения знаки указывает на бункер который был построен для хранения работ рона хабарта писателя фантаста который основал церковь в 1950-х годах ну и давайте посмотрим вместе с вами что такое саентология это международное движение часто характеризуемое как новое религиозное движение гнатического она была основана в начале 1950-х годов сша строилась на работах рона хабарта эта система верования и практика исходит из представления о том что человек является духовным существом живущим не одну жизнь количество последователей по оценке независимых исследователей и заявлением церкви саентологии колеблется десятков тысяч до 10 миллионов среди них между прочим есть и известные деятели конечно же друзья мои вот это церковь такое можно сказать движение какое-то она вызывает очень много вопросов современном мире что они себе представляет чем занимаются ну в принципе как бы представление есть да но опять же это закрытая организация и очень сложно даже вот попасть в члены этой организации но все тайное в этом мире конечно же когда-то становится явным и поэтому возможно мы узнаем тайны церкви церкви саентологов какие у них мысли какие у них последователи ну хотя в принципе кому это очень так интересно конечно же можно найти какую-то еще дополнительную информацию и узнать об этом здесь наверное где-то есть заброшенные какие-то поселения вот такой вот почтовый ящик но особо друзья мои по данной местности изображений и в принципе больше и нет вот такой каньон здесь открывается но я вам в принципе показал что на самом деле можно приблизиться и вот так вот детально детально изучить данную местность что очень приятно когда вот так такие съемки очень четкие гугловские происходят но мы с вами будем на этом заканчивать небольшой сегодняшний ролик всем огромное спасибо кто досмотрел его до конца надеюсь он был для вас интересен и полезен пишите комментарии ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал впереди у нас будет много чего с вами интересно